Мы по-разному понимаем победу. Мы понимаем по-разному с нашими партнерами. Они говорят уже давно, что они хотят победы Украины. Но они под этим понимают совершенно не то, что понимаем мы. Мы не совпадаем в определениях, что такое победа Украины. Вот смотрите, я очень скандально наделала шума в Фейсбуке интервью с советником Пентагона Эдвардом Лютвагом, который говорит, что эта война может продолжаться 30 лет. И ни в коем случае нельзя победить, чтобы Путин выиграл, потому что тогда он будет владеть всей Европой. Он с точки зрения США рассуждает. Но с другой стороны, надо сделать плембисцит в Донецке и Луганске, как возможность достижения мира. Нас с вами в том числе опросить, что мы думаем. Как это технически возможно, это полный бред. Короче говоря, вопрос такой, что понимают американцы, как вы думаете, и не только американцы, а наши партнеры на Западе, под победой Украины. И что нам следует понимать? Вот хочу тоже прочитать очень важную, классную мысль Валерия Пекара, такой же мыслитель, как и вы, Павел Михайлович. Он говорит, что такое победа, нам напоминает Безил Генри Лиддл Гарт, классик стратегии 20 века. Победа, говорит, цитирует этого Гарта Пекар, это мир лучше предыдущего. И с этой точки зрения выход на границы 91 года, то, что мы определили, это мир такой же, как предыдущий. Это мир не лучше. Украина целостна, Россия ей грозит смертельной опасностью. Даже в этом случае, если мы выйдем на 91-й, это не победа, считает Пекар. Мир такой же, как предыдущий, это не победа. Победа – это мир лучше предыдущего. А это какой, считает Пекар, это такой мир, когда Россия не сможет никогда больше угрожать России. Так вот, как обезопасить Украину от новой агрессии? Какой мир понимаете вы? Какую победу Украины понимаете вы? И в чем, и что они понимают на Западе? Какую победу они нам желают? Дело в том, что я прямо скажу, что большинство стран Запада, ну, за исключением тех, кто побывал в нашей шкуре, я имею в виду страны Балтии, я имею в виду Польшу, те правильно понимают. И с Пекарем я тоже, как я его понимаю, согласен. Но я должен заявить следующее. Большинство политиков, лидеров стран Западного мира, даже которые помогают нам, хорошо помогают, искренне помогают, они внутри себя, да это можно вот по всем этим затяжкам, параметрам судить, они бы вздохнули свободно и сто раз перекрестились бы, если бы Украина пошла на заключение мира, даже лишившись части территории, даже не выйдя на границу 91-го года, даже не выйдя, они бы перекрестились, они бы не клялись там своим избирателям, это для них очень важно, что это необходимо, тратить деньги на Украину, и необходимо, не смотря на коррупцию, мы клянемся, что все вооружение применяется по прямому назначению, что коррупция военного дела не касается, и все, теперь все деньги, слава Богу, в Украине мир, и мы можем эти миллиарды долларов впустить на наши, решение наших внутренних проблем, я это вижу, я это чувствую по тому, скажем, и объему, и тем темпам, с которым нам помогают, с какими трудами нам приходится выбивать из них каждый раз какой-нибудь новый, более современный тип вооружений, но я считаю, что выход для Украины, выход и мирный договор, который ограничится деоккупацией всех наших территорий, это не будет победа, пока существует Россия в ее современных границах, я имею ввиду, границах 91-го года, так сказать, международно признанных, покуда у нее есть термоядерное оружие, покуда в ней будет лидером не просто Путин, а будет лидером, я имею ввиду, не просто единоличного лидера, а элиту, так называемую, руководить Россией будет элита, у которой будут главенствовать имперские, шовинистические устремления. А наших партнеров на Западе устроят тогда, назовут победой что угодно, если просто Россия и Украина условно договорятся, что вот давайте остановимся, как Путин хочет, на тех территориях, где мы сейчас стоим, это устроит Запад, да? Большинство, я думаю, они не будут, они в этом не признаются, но если бы это случилось, допустим, представьте так, сколько есть желающих, да, стать посредниками, и Китай, помните, и Турция, и даже Бразилия, и страны Африки, и страны Африки, сколько, да господи, Венгрия с удовольствием бы взяла на себя эту роль, вот, и представьте, что без НАТО, без коллективного, без ЕС, вот с помощью этих посредников Украина и Россия сели бы за стол переговоров, и учитывая, вот как говорил Павел, перспективы, что может быть Запад устанет от этой помощи, особенно если результаты выборов в некоторых государствах и прежде всего США будут не в нашу пользу, представим себе такое, а эти варианты так или иначе возможны, и вот мы сели и договорились, там может были бы какие-то уступки, условные, но, конечно, Путин сохранит за собой Крым, Донбасс, он ничего не отдает за просто так, и сухопутный коридор в Крым, и вот мы сели и договорились, и завтрашнего дня перестали стрелять, и все, и даже как у нас и дальше, и какая-то зона была бы, так сказать, ее называют условно серой, назовем ее Буфертом, и эти зоны будут демилитаризованы, и все на западе, большинство способно, кроме Прибалтики, еще раз повторяю, и Польши. Павел Михайлович, но это отсутствие элементарной способности мыслить, анализировать, только так, я объясняю, и отсутствие стратегического мышления, видения, это уже было, уже было, захапали Крым, остановились? Нет, захапали Донбасс, остановились? Нет, случилось 24 февраля, сейчас речь идет о том, что они угрожают применением ядерного оружия Европе, что Европа может закрыть на это глаза, Европа такая глупая, не понимает, что за этими словами может что-то последовать, не понимают люди, что они не могут чувствовать себя безопасности в других странах Европы до тех пор, пока Россия ведет такую агрессивную политику и претендует, не стесняясь, на передел мира, на передел правил безопасности, на мировое господство, на господство над той же Европой, что такие дураки, что думают и правда, что можно договориться часть территории Украины отдать и это будет результат, нет, это отсрочка новой войны, ведь опыт показывает не дальний, даже не Сталин, нет, и дальний опыт показывает, опыт второй мировой войны показывает, как пытались задобрить Гитлера и к чему это привело, сейчас опыт есть Крыма, Донбасса, который и 24 февраля, который говорит о том, что нет, не остановится Путин, и что никто не хочет об этом думать? Многие не хотят, я недаром говорил о странах Балтии и Польши, где это понимают, а глубинный так называемый народ, в том числе и в Штатах, народ, который голосовал за Трампа, поверьте, не понимает и не хочет, и опять каждый политик, каждый политик, который после мира или даже какого-то перемирия привезет в те же Штаты, я уже не говорю про Ленгрию, в ту же Францию, в ту же Германию, привезет, как Чемберлен, бумажку мюнхенскую и скажет, я привез вам мир. И Гитлер, вот то, что вы говорили, дальняя история, современная, ну и чему научил, научил этот опыт, вот, отдайте нам судеты, а потом отдайте нам Чехию и так далее, а потом все, нет, не научил, нет, не учит, не учит Таня, к величайшему сожалению, для них важны выборы, голосования, и когда электорат купят такой бумажкой, а что потом будет, будет день, потом мы будем разбираться, по мере, по мере появления проблем будем их решать. отсутствие стратегического мышления и планирования. Абсолютно, абсолютно отсутствие, ведь все люди, ну все обозреватели все время повторяют одно и то же навязшее на зубах, и я повторяю, я никакой не оригинал, нету Черчилля, нету Деголя, нету Рузвельта, даже нету Рейгана и Маргарет Тэтчер, нету измельчала, настолько все измельчала, не понимают и не хотят понимать, у них дела важнее есть, нету стратегического мышления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова